Роскомнадзор требует от мессенджера Телеграм выдать ключи для дешифрации сообщений, поэтому говорится, что время до блокировки может исчисляться днями. Основатель Телеграм Павел Дуров ответил главе Роскомнадзора Александру Жарову, он считает, что слова чиновника не только противоречат 23-й статье Конституции России о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как дешифруется коммуникация в 2017 году. Итак, вот что пишет Павел. Глава Роскомнадзора заявил, что Телеграм должен выдать спецслужбам ключи для дешифрации, чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов. Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции о праве на тайну переписки, но и демонстрирует элементарно незнание того, как дешифруется коммуникация в 2017 году. В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть никаких ключей для дешифрации. Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Телеграм был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование использует все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessager, даже Facebook мессенджер. Потенциальная блокировка Телеграм никак не усложнит задачи террористов, в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании VPN. Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет. Вообще-то, можно попробовать, например, запретить устную речь. С помощью нее люди общаются, а также террористы передают различные данные. В общем-то, Элесному ежу понятно, что Роскомпозор изначально и умышленно антиконституционная контора, созданная исключительно для охраны интересов и власти путинской группировки. Разумеется, они занимаются антигосударственной деятельностью в интересах своего заказчика. Помните недавний экономический форум в Петербурге? Якобы Путин так сильно заболел новыми технологиями, ни о чем другом, ни говорить, ни думать он больше не может. Когда вам говорят о российских талантах и гениях, о том, как у вас развивается бизнес, особенно IT-бизнес, вспомните Павла Дурова. У него сначала отжали самую популярную в России соцсеть, выдавили за рубеж, а теперь вот блокируют самый быстрорастущий месседжер. Вот такая политика в этой области. Ярче примеров им не надо. Интересно, о чем там мечтает Путин на своей собственной планете и реальности? Он думает, что такими шагами они смогут привлечь IT-специалистов. Тогда, когда весь мир хохочет в голос от того, что пытаются сделать. Наверное, Павел Дуров потеряет в деньгах. Хотя люди, которые пользуются Телеграм, найдут пути для того, чтобы обойти блокировки. Дело вовсе не в этом. Дело, как всегда, в репутации. Сегодня ты пытаешься угрожать Павлу Дурову, а завтра из твоей страны уедут последние молодые мозги. Собственно говоря, раз чиновники так активно начали рекламировать Телеграм, пришлось его установить.